В преддверии 75-летия Великой Победы телекомпания ТВК дарит подарки ветеранам войны. На прошлой неделе в очередной раз бесплатно подключили телевидение и интернет 92-летней жительницы станции Евсина Лидии Нус. Гостей Лидия Ивановна встречает сама. Женщина живет с детьми и внуками. Лидии Нус было 12 лет, когда началась война. Ее вместе с братом и сестрой эвакуировали из Саратовской области в Сибирь. Месяц добирались до нового места жительства в вагоне, в котором перевозят скот. Несмотря на возраст, дети во время войны работали наравне со взрослыми, вспоминает Лидия Ивановна. Некому на быках пахать было. Давай нам быки, сестра, я, я за плугом, она погонит, а моему брату 5 лет, он сейчас жив остался. С сестрой мы пахали, а брат на конях. Ему лошади дали пахоту, а мы-то норму две давали всегда. А они там у их лошади все такие были, знаешь, затрипаны, а быки-то громадные. А как увидят ложок водички и стараются, чтобы выпряхтись, гоп тебе за носу выскакивает, ага, и бык ушел в воду. А мой брат 5 лет, представ, залезет в эту воду, за роги хватает, ведет и запихивает 5 лет ребенку. События, о которых вспоминает Лидия Ивановна, происходили, когда женщина жила в Доволенском районе. В Искитимске она переехала 30 лет назад. В медиахолдинге ТВК гордятся земляками, которым пришлось пережить и выстоять все тяготы Великой Отечественной. Накануне юбилея Победы сотрудники телекомпании дарят ветеранам подарки. В преддверии 75-летия праздника Великой Победы мы решили порадовать еще одного ветерана Великой Отечественной войны. Лидии Ивановне мы бесплатно подключили в Дом интернет и телевидение, чтобы она радовалась нашим передачам. Подарки женщина приняла с радостью. Говорит, раньше часто возникали проблемы при просмотре любимых программ. Теперь надеется, что их не будет.